Каждое утро мы встаем в 7 утра. Ну хорошо, не каждое. Если честно, то раньше в 8 утра мы не просыпались, а спать вообще хочется до обеда. Но... Встаем, продираем глаза, умываемся и идем на завтрак. Завтрак в нашем отеле начинается примерно в 7.30 утра. И вы не поверите, но многие идут прямо к этому времени. Видимо, для того, чтобы потом пойти на пляж и занять самые лучшие лежаки на пляже, прямо вот перед морюшком и в тенечке. Наперед завтраком у нас обязательная кардио-тренировка, потому что лифты в отеле работают просто отвратительно. Это как вызывать такси Максим, когда ты в саду, где-то в пригороде, и непонятно, приедет к тебе кто-то или нет. Но тут точно такая же история. Поэтому мы уже даже не нажимаем на кнопку, а просто сразу идем по лестнице пешком. 4 этажа вниз, ну и соответственно 4 этажа вверх. Но иногда мы, кстати, пробуем вызвать сюда машину. Ну а после того, как кнопку нажали, стоим и ждем. И все еще ждем. И вот все еще ждем. Но потом все-таки идем по лестнице. 4 этажа вниз. И так по 3-4 раза в день. Это, собственно, один из главных минусов этого отеля. Хотя, если вы всегда мечтали принять участие в горном марафоне, где надо подъезжать в горку, то вам, наверное, даже понравится. Завтрак и обед проходят достаточно спокойно. Часть еды вы можете брать самостоятельно. А часть вам накладывают официанты и повара. Другое дело ужин. Он здесь по расписанию для разных этажей. Поэтому перед началом можно увидеть большую толпу в холле. Это как заставка к любому фильму про зомби-апокалипсис. Ну и стоять в этом коридоре довольно-таки пушно. Главная задача перед приемом пищи это занять самые красивые, самые классные места. На завтрак и ужин это нос такой палубы летней веранды. Ну а на обед это, конечно же, веранда, но уже с другой стороны под зонтиком, чтобы не спалиться под палящим солнцем по урине. Из еды лично мне понравилось все жареное мясо практически, что очень редко, потому что в Турции как-то очень специфически его готовят. Но тут прям вот очень хорошо. Ну, так же пару салатиков я распробовал и несколько других закусок. Ну и, конечно, моя любовь, это перчик халапеньо. Мне после него достаточно плохо, но не могу отказать себе в этом удовольствии. Кроме невизобидных лифтов и еды по расписанию, для меня самым главным минусом в этом отеле стал интернет. Вай-фай тут как бы есть, но ключевое слово «как-то». Потому что он как бы без вай-фая, работает типа на всей территории, даже на пляже, но вот все дело в этом самом типа. Если интернет вам нужен для одного звонка домой по WhatsApp и пару раз для того, чтобы зайти в Instagram и выложить фоточки, посмотреть, кто вас пролайкал, то, наверное, проблем для вас не будет. Но вот пользоваться интернетом как рабочим инструментом и образовательной площадкой не получится совсем. даже YouTube очень плохо запускается и практически ничего не работает. Это очень тяжело, но зато такой цифровой детокс. Очереди на ужин. Очень отвратительная работа лифтов и никакой синге интернет. Но обо всем этом вы забываете, как только вы ходите на пляж. Их здесь целых два. Один песочный, где очень красивые виды и чистая вода. А второй, галечный, с еще более чистой водой, ведь песок ее не будет. Ну и для самых понимательных есть бонусный уровень. Это такой секретный дикий пляж, который прям похож на... Вы смотрели фильм «Время»? Не тот, что с Тимберлейком, а тот, что недавно выпустил Нейдж Ямалан. Помните вот эту вот... гору, которая паясывает пляжик, там водичка, откуда они не могли выбраться. Вот что-то похожее здесь есть. Только, к счастью, мы не постарели и смогли вернуться оттуда живыми. Где ручки, Аня? Пошли, пошли, давай. Я просто не могу. На нем совсем нет лежаков, а до бара идти просто месяц. Но за красивые виды, как с песка. Такие из воды. И все прощаешь, потому что здесь самые классные подочки в Инстаграм. Можно сделать. Если у вас есть маска для плавания, экшн-камера с аква-чехлом или чехол, непроницаемый на телефон, то можно понырять, посмотреть на рыбок. Берегу собирать на дне ракушки, что тоже очень интересно. Когорех? Или что-то есть не такой тайный болезнод? Кто-то есть шеев�� Кто-то estab inflberry. Длинногоuem, Мы şekilde раскры Whatch Красивая тракта, countries Overtax. Первый взгляд. У не понятия, не стHelp AHP. ПОКИ, А еще тут есть сразу несколько пещер. Местные говорят, что по одной из легенд здесь обитает таинственное древнее зло. Мамкин анонимус. После завтрака и после обеда работают горки по бассейну. Больше всего мне нравится веселиться на пляже. Тут можно загорать, чилить или... Но я не рекомендую это повторять, потому что кое-где здесь есть очень сильные волды, а в некоторых местах до камней на дне буквально пара метров. До ужина можно поспать в номере и устроить себе сиесту, а после ужина, когда солнышко уже село, можно прогуляться по местным углочкам, например, сходить до местного торгового центра, тайм-центра. Дорога туда в пешком занимает примерно 50 минут, то есть туда-обратно у нас шло примерно 3 часа. Добрый вечер! Всем привет! Ну и конечно, есть вечерняя анимация. Мы затоялись вместе с отеля. Добрый вечер, Россия! Это не Россия. Файер-шоу. Шоу фокуса. И, конечно же, опен-эйр на пляже. Классная масштабная дискотека на пляже с музыкой, с экранами, с файерами. Прям было здорово. Ну а перед сном, особенно в самый последний день отпуска, можно погулять по пляже, послушать ласковый шум. Волн. И я сейчас понял, что он сказал название. Телематик или внукс и не делюкс. Рядом еще есть нокс и мхлоп, но это разные отели. В общем, все было очень здорово, классно и интересно. Еще тут живут классные маленькие котятки. для них хвостов. Целый домик. Там? Да. И хвостители охотно кормят их. Ну а рядом есть гора, на которой смотровая площадка. На которой тоже живут котики, которых тоже можно покормить. Если вы возьмете колбаску с обеда, например, и понесете, покормите их. Они будут очень вам благодарны. Ну а с этой панорамной площадкой открывается классный вид на пухту, на побережье. И прям очень завораживает. Особенно понравилось нам встретить там закат. Было прям здорово. Ну и такое общественное место, куда вечерами приезжают целые семьи. Посмотрите, сколько народа там собралось в воскресном вечере. В общем, друзья, оцените интересные и классные моменты. Всем солнышко, тепла и новых ярких путешествий и впечатлений. Пока-пока. Продолжение следует...